Мы уже почти три недели живем в каком-то непонятном состоянии, в каком-то непонятном состоянии, которое некоторые наши коллеги называют кризисом. Ну, в принципе, да, это кризис. Некоторые наши коллеги называют это стрессом. Да, это стресс, конечно же. Но есть еще один важный аспект, о котором я хочу сегодня сказать и обратить на это внимание. Мы уже говорили об этом с коллегами на эфире, когда были Марк Гринберг, как Инесса Шереметова, Тина Королякова, Марина Брагина. Но я еще на это обращу внимание. Итак, что у нас происходит? У нас, конечно, большой-большой кризис, и в связи с этим большое-большое горе. Мы проживаем горе, потому что старый мир, который был, к которому мы были привязаны, как я помню, один из хороших тренеров Алексея Маматов, который говорит про городскую безопасность, как он говорил, что ты в подъезд заходишь, а мысленно ты уже там у себя на диване сидишь и телевизор смотришь. Да, так вот, мы тоже во многом были в таком состоянии, что мы жили здесь сейчас, но мыслями мы были где-то там, в будущем. И это будущее казалось для нас очень определенным, что вот будет лето, мы поедем в отпуск, дети закончат очередной класс, закончат школу, будут куда-то поступать, мы по осени будем выкопать картошку. И вот это все внезапно обрушилось, и мы даже не знаем, что как будет. То есть прежде всего у нас вот этот кризис многокомпонентный, мы проживаем сейчас огромное растянутое горе, по старому миру, которого больше не будет. Мы проживаем горе, потому что те наши мечты, планы, которые мы строили, они под огромным-огромным вопросом. И огромный стресс, потому что есть очень много неопределенностей, есть много технических моментов, которые вызывают стресс. Если мы посмотрим на таблицу стресса, там есть очень много факторов, которые сейчас в жизни почти каждого, каждый присутствует. Ну, давайте я спрошу, кто испытывает растерянность? Есть такие среди наших слушателей, зрителей? У кого хотя бы периодически растерянность? Что же происходит? Что же с нами будет? Как дальше жить? И вообще, поедем мы летом куда-нибудь или нет? Откроют границы или нет? Есть такие? Здесь. Кто или сталкивался с растерянностью, может быть, неделю-две назад? Если есть, напишите любой значок, плюсик там, не знаю, помашите ладошкой. Есть, нет? О да, о да. Ага. Ну, хотя бы один человек с этим сталкивался. Да, спасибо, спасибо. Растерянность. Другой вариант я хочу спросить. Есть ли те, кто хотя бы несколько недель назад, а может быть и сейчас, пытается думать, что да нет, это все ерунда, нас пугают, это заговор, это мировое правительство, рептилоиды пытаются нас взять под контроль, да, спасибо. Вот, по крайней мере, есть люди, которые в шоке, да, да, да. Но мы говорим уже про другое. Есть ли те, кто... Да, привет, привет всем. Есть ли те, кто сталкивался с отрицанием ситуации, что как будто бы на самом деле вируса нет, или это не так страшно, или... Да, 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 нас пытаются обмануть и вести цифровой контроль под благовидным предлогом. Вообще-то скоро все закончится. Ага, ага. Да, есть, да. Есть, отлично, отлично. Ага, брат, точно, точно. Может быть, может быть. Спасибо, спасибо. Дальше. Ага, вируса нет. Да, я помню, когда начинали дезинфекцию, когда в нашу жизнь в привычную входило мыло. Два лагеря, да. Те, кто не верит, те, кто в панике, да. Когда входило мыло в нашу обычную жизнь, по-моему, еще Марк Твен об этом писал, когда какой-то аптекарь говорит, что микробов нет, их придумали... Не аптекари, а продавец спиртного говорил. Микробов нет, их придумали аптекари для того, чтобы продавать мыло. Говорит, вот вы видели микробов, сэр? Нет, вот я тоже их никогда не видел. Впрочем, как и всегда, да. Два лагеря. То есть, есть те, кто отрицает, или были те, кто когда-то отрицал. Да, согласен. Окей. Встречались ли вы с тем, что кто-то не настолько опасен? Да, 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 да. Всем привет, кто присоединился. Да. Вот это тоже, это тоже одна из граней, что это все на самом деле не так страшно. Дальше. Есть еще одна реакция. Есть еще одна реакция. Ужесточить границы. Эти проклятые гастарбайтеры, которые к нам это все завозят. Эти туристы, которые безответственно из Италии, привезли нам вирус, и теперь мы тут должны страдать, сидеть из-за них. Расстрелять тех, кто ходит без маски. Может быть, вы сами, у вас когда-то была такая реакция, или у кого-то из ваших знакомых. Ну, кстати, те, кто пользуется Фейсбуком и другими соцсетями, мы видим эту реакцию хотя бы периодически. Есть те люди, которые требуют, ну там, жестокости, прям закрутить гайки. Вот эти все мемасики по поводу того, как девушка чихает на остановке, ее стреляют, и она падает. Есть такая реакция у кого-то? Знакома? Реакция злости. На власти, на то, что они не проявляют должной ответственности, не вводят режим. Маска неэффективна. Да-да-да, для здоровых, да. На власти. Потому что нет какой-то определенности, а мы так ждем, что они хотят это объявить ЧАЭС и так далее, и так далее. Я говорю про реакцию гнева в разных формах. Есть? Знакома? Ну, хотя бы кто-то про это знает. Дальше. Дальше. Теперь интеллектуальное понимание. Интеллектуальное понимание, что, о, вирус не такой страшный, это все скоро закончится. Вот у нас людей без масок. Да, вот есть люди, которые проявляют гнев. Гнев, точно. Есть, есть. Да. Следующая реакция, я бы сказал, это реакция торга, что карантин снимут через две недели. Нет, у меня знакомые работают в мэрии, сказали, что уже через неделю, иначе все пойдет прахом. Я знаю, если есть имбирь с медом и запивать горячей водкой, то ничего не будет. Злые комменты. Точно, точно. Много. Вот эта реакция тоже есть. Эта реакция тоже есть. Я чуть позже про это скажу. Конечно, мы видим и злость, и гнев, и агрессию очень много. Видим, да. Мы видим торг. Мы видим торг. Люди пытаются договориться с собой, с кем-то еще. Это тоже нормальная реакция. И что мы еще видим, что мы еще видим? Конечно же, мы видим депрессию. Это печаль в разных формах, в том числе в смесью с тревогой, потому что неопределенности много. Избыточных ожиданий много. И, как кто-то из моих клиентов говорил, это как будто вот, когда наступаешь, а пол у тебя уходит из-под ног. Вот ты зависаешь, и нет контакта. Нет контакта с опорой. Да, да, да. То есть есть депрессия. Есть депрессия и тревога из-за неопределенности. Так вот, это классические фазы проживания горя. Первая фаза – это отрицание. Вообще, что такое горе? Горе – это природная реакция, которая в нас встроена биологически, для того, чтобы мы могли признать утрату чего-то очень важного. Чтобы мы могли признать утрату чего-то важного и справиться с ней, как это сказать, адаптироваться к жизни без этого важного. То есть мы вступаем в новую жизнь. И у горя есть классические фазы. Они, как правило, идут последовательно. Но мы видим, что люди идут по горе с разной скоростью. И кроме того, бывает так, что одна фаза уже заканчивается, но тут начинается вторая. И первая фаза – это отрицание. Вот мы с вами говорили, что мы и у себя иногда ее находили, и у многих наших близких и знакомых. Да. Первая фаза – горе – это отрицание. Когда мы не хотим признавать реальность того, что произошло. Вторая фаза – гнев. И вот здесь, особенно для тех, кто сейчас вынужден быть в самоизоляции, вынужден находиться с близкими, с родными, со знакомыми. В узкой, на маленькой территории, в узком пространстве часто бывает, что гнев выплескивается на тех, кто рядом. Это тоже нормальная реакция. Это просто фаза горя, что гнев бывает, он должен быть. Сразу говорю для тех, кто находится рядом с близкими, со знакомыми, кто вынужден делить это пространство с кем-то. Очень важно, если вы видите вот эту реакцию, хотя бы понимать, что это не только на вас, а может быть вообще не про вас. Это не лично к вам такая реакция. Это просто человек выплескивает горе таким образом. Вот именно эту фазу, фазу гнева. Следующая фаза – это торг. Нам кажется, что мы теперь все понимаем, нам осталось только договориться. Ты мне, я тебе. И все будет в порядке. Да, это опять фаза такого интеллектуального, вроде бы в кавычках, совладания с ситуацией. Дальше нас выносит в депрессию, в печаль. Депрессия, печаль – это тоже закономерные вещи. То есть мы проживаем то, что мы потеряли. Вот тот ресурс, который был, мы его потеряли, и его больше не будет. Его больше не будет. И если мы застреваем в этой фазе, мы застреваем на том, что закончилось. Да, да, да. Хочется проспать всю эту жуть и проснуться. Вот именно, да. Такая интеллектуальная реакция. Вот хорошо бы это прошло, так, чтобы меня не затронуло. Я проснулась и уже все хорошо, так проскочило. Сергей Владимирович, нет ли у вас таблеточки, чтобы вот так раз и выйти там, где уже все хорошо? Хорошо, согласен, согласен, согласен. Но мы говорим про депрессию. И если мы застреваем в этой фазе, многие люди в этой фазе застревали и застревают, и застрянут, я так предполагаю. Если мы застреваем в этой фазе, чем она плоха? Ну, не то, что плоха, плохо застревание в ней, потому что, когда мы в ней застреваем, мы застреваем на том, наше мышление направлено в сторону того, чего нет, в сторону сожалений. И тогда, получается, наше внимание не может сфокусироваться на том, что будет. То есть, мы упускаем ресурсы. По-хорошему, горе должно быть и в этой фазе, в депрессии должно быть. Депрессию мы должны прожить, но она должна закончиться. Она должна закончиться. И вот те люди, которые от себя изо всех сил отпихивают печаль, пытаются взбодриться. Вот это, знаете, эхи-гей, я сейчас займусь личностным совершенствованием, пройду пять курсов роста, скорочтения, мнемоники, инфобизнеса, освою заодно профессию СММ-менеджера и так далее. Это попытка избежать соприкосновения с переживаниями. Но это глупая попытка, потому что чем больше убежишь от этих закономерных фаз, тем больше они рано или поздно тебя настигают. То есть, классически мы проживаем горе, огромное горе. Да, и кто-то находится еще в первой фазе, кто-то во второй, кто-то в третьей, кто-то на переходе. Но вот мы эту ситуацию проживаем так, чтобы было понятно. И, конечно же, это горе связано с огромным стрессом. Что такое стресс? Это изменение привычных условий существования. Если мы возьмем шкалу стресса, шкалу стресса, есть такая шкала стресса, в которой жизненные события оценены на сколько-то баллов. И считается, что если за год ты набираешь по этим баллам больше определенного количества баллов, то у тебя есть серьезный риск заболеть вообще в принципе. Так вот, на первом месте по стрессогенности это смерть любимого человека. Потом дальше идут в порядке снижение значимости. Такие разные факторы, в том числе финансовый ущерб, смена работы, смена семейного состава. Давайте посмотрим, когда мы вынуждены находиться в одной замкнутой территории с людьми, с которыми мы виделись, грубо говоря, утром 2 часа, вечером 2 часа и все, мы потом спали. Это тоже смена семейного состава. Можно сказать, что мы погрузились совершенно в другую семью. Да, это тоже стресс. Вот, вот, вот. Да, спасибо, что отозвалась. Да, да, именно так. Именно так. Потом, ограничение физической активности, изменение характера питания. Все вот эти вот мелкие-мелкие-мелкие моменты, которые в сумме, мне кажется, сейчас для многих-многих людей дают просто огромное количество баллов, стресса. Вот. И с этой точки зрения, с этой точки зрения, если мы посмотрим на все эти бодрые призывы, что сейчас лучшее время с вами совершенствоваться. Ну, как говорят, Гудков, ты слишком мрачный, да. Но я вынужден проявить определенную долю скепсиса, потому что, мне кажется, сейчас не лучшее время заниматься саморазвитием, самосовершенствованием, задевать, по крайней мере, новые проекты. Потому что начало обучения – это тоже стресс. Само обучение – это тоже в какой-то степени стресс. И учиться осваивать, развивать себя ментально, эмоционально, телесно, учиться чему-то новому лучше тогда, когда у вас достаточно ресурсов, а не так, когда мы вынуждены это все соскребать, чтобы только выжить в этой непонятной ситуации. Вот, кстати, да, 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 занялась самообучением, сделала уборку, да, потом расслабилась. Да, это такая здравая реакция. То есть, когда вы соразмеряете свои ресурсы с якобы, да, спасибо, спасибо, с якобы желаемыми целями, опять же, эти цели могут быть часто навязаны кем-то, кем-то из мне. Ну, кому это выгодно? Ну, конечно, тем, кто продает все эти курсы. То есть, я не против саморазвития, да, я не против того же скорочтения, это прекрасный навык. Но сейчас, мне кажется, многим это не по плечу. И когда вы беретесь за вот эту задачу, на которую просто не хватает ресурсов, вы получаете еще одно дополнительное разочарование в себе, в собственных способностях. А, черт, да, опять у меня вот не получается. То есть, не надо усугублять стресс. То есть, что здесь полезно сделать, что нужно сделать? Нужно сосредоточиться на самом важном, на самом базовом. Вот, да, на самом базовом. То есть, вначале какая задача? Кто знает? Первая, вот, фундаментальная задача у нас какая? Когда сложные времена, когда кризисы, неопределенности. Кто знает? Есть те, кто напишет ответ? Ну, 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 ну. Слово из шести букв. Слово из шести букв. Подсказываю. Ключевая задача. На конце мягкий знак. Ха-ха-ха. Да, да. Итак, у нас в студии есть правильный ответ. Выжить. То есть, нам нужно выжить прежде всего. Анабиоз. Да, анабиоз. Но ключевая задача выжить. За счет чего? Это уже тактика. Да. То есть, выжить. Выжить, да. Удовлетворить свои базовые потребности. И первое, что здесь нужно сделать, это спать. Высыпаться. Ну, да, как в той шутке. Да, девушка, вы высыпаетесь? Куда высыпаюсь? Есть хорошая книга про девушку, которая переживала психоз. Барбара Убрайен. Необычайное путешествие в психоз и обратно. И вот она описывает свой психотический опыт. И она описывает, как она выходила из этого. Ну, представляете, что такое психоз? Психоз – это резкое изменение восприятия мира. Это когда мир просто рушится. Кстати, для некоторых из нас сейчас что-то близкое к этому состоянию. Вот она писала, что я спала. Я спала по 10, 12, 14 часов в день. Поэтому, если у вас есть сомнливость, если вам кажется, что хочется спать, не хочется двигаться как-то, знаете что? Дайте себе возможность выспаться. Вот спите как вот не в себя – это первое. Потому что во сне наша нервная система обрабатывает информацию, находит ресурсы, регенерирует, избавляется от продуктов обмена. Там простраиваются какие-то новые нейронные связи. Да. И особенно, если есть возможность, первое – это выспаться как следует и высыпаться, пока есть возможность. Да. Это вот то, что способствует выживанию на базовом уровне. К счастью, нам не надо все время сейчас от кого-то убегать, сматываться, поэтому выспаться. И до коронавируса. Ну да, да. Хорошо, что некоторые дали себе возможность. А может быть, вы предчувствовали, может быть, вы уже предчувствовали этот кризис. Вы же знаете как, что когда какая-то ситуация разворачивается, люди с тонкой шкуркой воспринимают ее интуитивно. Через сны, через свое самочувствие. И некоторые, вот этот наш общий кризис, общий мировой, я бы сказал, уловили еще до того, как он развернулся в полную силу. Да, да, именно так. Вот, 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 да, да. То есть, это смена жизни, смена, кардинальная смена жизни многих из нас сейчас. Поэтому, да, выспаться. Вот, 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 да, выспаться. Второй важный фактор, это питание, это еда. Я, возможно, предвижу, сейчас укоряющие все эти возгласы, типа, ну вот, я сейчас уже набрала 2 килограмма или даже 3. И как я выйду потом из этого, из этой самоизоляции? Потому что, если мы будем себя обделять, да, привет, привет. Потому что, если мы будем обделять себя питательными веществами, у нас тупо не будет хватать сил на, в том числе, сопротивлению вируса. В условиях недоедания наш иммунитет страдает. И, в том числе, вот, на предыдущем прямом эфире я говорил про план питания марш и херен. Каждый день должны быть жиры, жиры, в том числе, животные жиры. И еще один момент, почему должны быть животные жиры, потому что коронавирус, который сейчас бушует, так, в том числе, он может поражать наши альвеолы. Альвеолы – это клетки легочной ткани. Альвеолы и многие клетки легочной ткани содержат достаточное количество жиров, жиров. Поэтому нам нужны жиры, жиры, чтобы у нас была какая-то, не знаю, материал, из которого мы можем строить. Да, 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 может быть. А может быть, ваше тело, заранее предвидя это, хотело запасти и хотя бы немножко иметь какой-то, не знаю, резерв. Да, как не в себя. Да, вот именно, да, тот момент, когда жир нас спасает. Действительно, жиры должны быть в пище. Если кто-то опасается, что наберет немножко лишних килограммов, это, знаете, по сравнению с тем, как выжить, это не такая большая беда. Вот, то есть, питание должно быть достаточно полноценным, разнообразным, вкусным. Да, да. Вот. Питание. И третий важный момент, который обладает в том числе противострессовой активностью, это, конечно, движение. Как можно двигаться, когда мы заперты в четырех стенах? Ну, во-первых, давайте, чего уж тут говорить. Не у всех, кто... Мы, конечно, живем в разных городах, да. Кто-то живет в Питере, в Москве, и там более жестко, наверное, не пускают. Ну, и то люди по улицам ходят. Например, здесь, в Омске, ну, гулять можно. Так, если осторожно. Я вон смотрю в окно. Милиционеры ходят в масках, но никого не трогают. Они просто следят за порядком. То есть, люди потихоньку гуляют. То есть, мы можем хотя бы ходить по улицам. Одно из моих больших сожалений, конечно, что бассейн закрыт. Ну, да, плавать нельзя, но ходить мы можем. Второе. У нас может быть ежедневная физическая активность, обычная. То есть, мы можем делать уборку. Я, например, почти каждый день делаю уборку. Не потому, что грязно, а потому, что это помогает мне двигаться. И делаю разминку. Делаю разминку. Хоть как-то, да. Хоть как-то. Каждый день. То есть, движение помогает нам чувствовать себя лучше. И движение помогает нам вот эти гормоны стресса, нейромедиаторы стресса отреагировать. Потому что, как я уже говорил и говорю, наверное, еще много раз скажу. Потому что, особенно, когда мы переживаем стадию гнева, особенно, когда у нас есть вот эта злость, агрессия, это наша генетически запрограммированная реакция реагировать на угрозу действия. Поэтому мы должны что-то делать физически. Это помогает нам в движении выразить вот ту самую агрессию, если она есть, и снизить ее интенсивность так, чтобы это не доставалось тем, кто рядом. Да, вот этот вопрос. Кажется, кого-то я покусаю. Да нет, я просто испытываю эту агрессию, потому что много тысяч лет, наверное, десятков, сотен тысяч лет, мы эволюционно сталкивались только с прямыми угрозами. Пожар, хищники. Надо было все время готовиться к тому, чтобы либо убежать, либо сражаться. И сейчас любая опасность у нас поднимает из наших глубин вот эту способность сражаться или бежать. То есть мы всегда готовы к прямому, немедленному действию. Мы готовы, наше тело готовится, но оп, а делать-то нечего, куда убежишь от вируса. Поэтому, чтобы хотя бы не было такого огромного нервного напряжения, нам нужна вот эта еще третья полезная рекомендация, что двигаться, двигаться, что-то делать, чтобы выплескивать в этом движении физическую активность. Делать уборку, прыгать, плясать, делать разминки хоть 10 раз в день, хоть как-то двигаться. Это самые-самые базовые вещи. Что еще? Что еще помогает сохранить себя? Да, вот эта реакция, да, бей или беги. Бей или беги, да. Она запрограммирована в нас генетически, мы не можем от нее делаться. Но если наше тело готово к действию, надо какое-то действие сделать. Вот, а у некоторых сон и аппетит исчезли. Бывает, бывает, это тоже реакция на стресс, тоже реакция на стресс, когда вы находитесь постоянно в тревоге, в готовности, да, что если что, я сейчас что-то сделаю. Да, поэтому двигаться, двигаться. Если тело готово к действию, двигаться, выражать хоть в чем-то, в каком-то движении. Да, да. Окей. То есть, вот три ключевых момента. Спать, есть, двигаться. Во, да. Здесь, конечно, тем, кто в своем доме живет, везет. Можно сделать много всего. И снег чистить, и дрова колоть, и воду носить. Можно детей выпустить во двор, чтобы они бегали и лазили на деревья. Если они есть, конечно, у вас на участке. Да, да, да. Снег расчистили, да. Да, у нас есть люди, которые живут в северных регионах, на этом прямом эфире. Поэтому у кого-то снег еще есть, да. У кого-то уже нет, да. Да, да. То есть, многие люди интуитивно чувствуют эту потребность движения. Вот три момента базовых. Тот момент, о котором я говорил. Не надо ставить себе сейчас непосильных задач. Если вы можете учиться, осваивать что-то новое, вперед. Если вы чувствуете, что вот взялась за курс какой-то, или взялся за курс. Я вот тоже, у меня, признаюсь, было много планов. Я думаю, сейчас я пересмотрю все видео, которые не пересмотрел. Там надо посмотреть, там надо посмотреть. Ну, раз в два дня я, или раз в три дня, что-нибудь там минут на 20, на 30 могу посмотреть. И потом раз, куда-то мое внимание сворачивает на книжечки. На книжечки, которые я не дочитал, или хочу прочитать. Ну, да, не надо с этим бороться. Потому что нам, мы сейчас находимся в той ситуации, когда мы не знаем, что будет завтра, что будет через неделю. Это каждый раз добавляет, добавляет нам стресса. Наша ключевая задача, да, слово из шести букв. Выжить, выжить, сберечь ресурсы сейчас. Теперь еще несколько маленьких приемов хитрости, что помогает в этой ситуации. Что помогает? Когда вокруг много неопределенности, когда внутри много неопределенности, очень важно, чтобы были какие-то ритуалы, ритуалы, которые дают ту самую устойчивость, да, вот ту самую опору, так, чтобы вы, метафорически говоря, наступали, чувствовали землю под собой. Какие-то простые дела, которые вы делаете ежедневно, или, может быть, там, раз, два, в три дня, но вы знаете, что эта часть вашей жизни, она остается. Смотрите любимую передачу, или читаете любимую книгу. У меня таких ритуалов несколько, вот один из них я поделюсь. Я уже много-много лет записываю по утрам сны, за редчайшим исключением, бывает такое утро, когда я не запишу сны, но встаю и первым делом я записываю хотя бы пол листочка, листочек, как получается. Я записываю, я работаю со своими сновидениями. Для меня это такой ритуал, то есть я направил внимание внутрь, я перевел его в какое-то действие, и я знаю, что еще много-много времени я буду это делать. То есть это вот как-то часть моей жизни, работа со своим бессознательным, хотя бы коммуникация с ним через такую форму. Да, я это делаю, да, это то, что придает мне какую-то устойчивость. Да, я читаю литературу. Сталкер снова, да, спасибо. Да, я читаю литературу, читаю разную, в том числе читаю много художественной литературы, потому что я ее люблю читать, да, я делаю это с удовольствием. Вот. Не важно, что я читаю, но я читаю. Это тоже ритуал, который проносит меня. Вот я помню, еще в детстве я научился читать, я любил читать, я люблю читать, я до сих пор читаю. Вот это то, что тянется через всю мою жизнь, чтение. И художественная литература, и специальная литература, это чуть позже, да. Но, опять же, бывает, что вот у меня с прошлого года огромная книга техники когнитивной терапии. Бывает, что я прочитаю одну технику, и все. Бывает, что там две-три какое-то упражнение сделают. Но вот это регулярно я читаю. Два ритуала, которые мне в моей жизни помогают. То есть это то, что как бы связывает прошлое, настоящее и будущее. Такая вот ниточка, я бы сказал. Вот такие дела. А у кого из вас есть какие ритуалы, которые вы делаете ежедневно, или, может быть, два дня из трех, и уже не первый год, и помните, что это часть вашей жизни? Если есть желающие, то попрошу поделиться. Что у кого есть? Что у кого есть? Ну, и если, конечно, это не какой-то большой секрет, не государственная тайна, не военная тайна, кто поделится с нами? Валное чтение и общение с друзьями. Да, Павел, да, ты тоже любишь читать. Я рад. Общение с друзьями. Да, важный момент. Ну, кстати, мы можем общаться с друзьями иногда виртуально, иногда и реально. Да, это то, что поддерживает нас в этой ситуации, потому что знакомые люди, знакомые лица, это как бы социальный опор. Кофе с молоком по утрам. Отлично, да, это удовольствие. Завтрак. Да. Готовите пылесосить. Вот точно. Уборка, кстати, хороший ритуал, да, что я навожу порядок, навожу порядок метафорически и реально. Инстаграм. Отлично. Кофе на молоке. Вот уже кофе получает два плюса. Слушай аудиокниги, классику. Да, да. То есть я... Ну, кто-то читает, кто-то слушает. Кто-то смотрит фильмы. Да, 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 да. Ну, телесный контакт, если есть такая возможность. Чтение книги на ночь с ребенком. Да, да, да. Ну, зарядку утром, зарядку утром, это прямо круто, я бы сказал. Помните, я говорил про движение? Может быть, не обязательно утром, но в течение дня. Ну, если получится, и это будет ежедневный ритуал, это будет здорово. Я прямо рад за вас. Круто. СПА-процедуры, да? А какие СПА-процедуры можно делать дома? Вот вопрос сразу, да? Вязание. Вязание, да? Вот, растяжка. То есть ежедневная физическая активность какая-то. Сериалы, да, да, вот для удовольствия. Но не каждый день. Потанцевать, да, прогуляться. Ага, скипидарная ванна. Так, чтобы выскочил из ванны. И, да, да, да. Ух ты. Каждое утро стою на гвоздях. Ага, круто, круто. Это что-то вроде медитации. Вот, медитация тоже может быть хорошим ритуалом. Хорошим ритуалом. Кстати, добавлю от себя, я перед сном занимаюсь обычно самогипнозом. Хотя бы 5-10 минут, да, да. Зарядка шидящая. Вот, хороший ритуал. Танцы, танцы, да, танцы плюс уборка, да. Прогулки, прогулки, прогулки. Отлично, как раз физическая активность. Вот. Обертывание маски, да, это то, что можно делать дома. Спасибо, спасибо за ответ, да. Да, да. СПА-процедуры, массаж для лица, да, пилинги. Потанцевать. Вот. У нас много рецептов, да, 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 да. Кстати, еще один из аспектов того, что помогает нам чувствовать себя хорошо. И, не знаю, сохраняться, да, во время этих трудных, во время этих трудных времен. Это что-то, что мы делаем с удовольствием, да. Вот физическая активность может быть с удовольствием. Вот эти все ванны, спа-процедуры, пилинги, кофе по утрам, объятия, прогулки, общение с друзьями, чтение. Это то, что добавляет нам, про самогипноз расскажу. Кстати, Жан Бекю, один из моих учителей по гипнозу, он говорил, что удовольствие – это то, что способствует нейрогенезу. Когда у нас образуются новые нейроны и новые нейронные связи. То есть, очень важно, чтобы в этот момент у нас было достаточно удовольствия. Поэтому, да, я еще раз подчеркиваю, что нагрузку, в том числе интеллектуальную, нужно соразмерять по своим ресурсам. Да, беситься, бегать, да-да-да, общаться с детьми, прыгать, да. Вот что-то, что пронизывает нас чистой радостью, такой незамутненной. Ну, просто по кайфу, да, да, с удовольствием. Ну, да, если хватает на это сил, я только за, я только за. Я хочу подчеркнуть, что сейчас, может быть, нет смысла браться за крупные проекты, за крупную учебу, потому что на это может реально не хватать ресурсов. Да. Окей, окей, хорошо, хорошо. Теперь немножко про самогипноз. Что такое самогипноз? Самогипноз – это, ну, само название, да, это само и гипноз, то есть то, как мы сами себя вводим в гипнотическое состояние, хотя бы в состояние легкого транса, для того, чтобы в этом трансе что-то с собой делать. Что-то с собой делать. Один из самых простых способов самогипноза. Я, давайте я вам расскажу сейчас структуру, и, может быть, мы даже, у нас есть еще примерно 20 минут, ну, чуть меньше. Мы можем даже сейчас попробовать это простое упражнение. Это простое упражнение. Вот, его я часто делаю перед сном. Его я часто делаю перед сном, и... Ну, я и так обычно хорошо засыпаю, но это упражнение помогает мне заснуть еще быстрее, прям с легкостью. Ну что, изучаем это упражнение, раз такой запрос есть на самогипноз. Один голос есть, ну, еще два человека и слеза, то мы его прямо сейчас разучим. Так, еще один голос есть. И, и... Ага, два голоса есть, да. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я так и знал, да, что вы меня поддержите. Спасибо, спасибо. Самогипноз. Самогипноз. Вообще, я думаю, что есть смысл сделать как-нибудь прямой эфир по самогипнозу, разобрать несколько подходов. Да. Да. Самогипноз. Самогипноз. Один из самых простых способов. Один из самых простых способов. В гипнозе мы работаем напрямую с телесными ощущениями. То есть, мы занимаем удобное положение. Ну, я вам сейчас показываю, как бы я это делал. Допустим, сидя. Я перед сном делаю лежа, но давайте сейчас все делаем. Сделаем это вместе, сидя. То есть, мы сядем так, чтобы спина была достаточно прямой. Вот я опираюсь на спинку стула. Руки лежат удобно на бедрах. Затем я сделаю несколько вдохов чуть поглубже, чем обычно. Ну, соответственно, выдохов тоже. Так, чтобы внимание сосредотачивать на теле. На том, что там происходит. И, конечно, любой гипноз, в том числе самогипноз, подразумевает какую-то цель. Давайте мы сейчас возьмем простую цель. Научиться направлять свое внимание. И чуть-чуть расслабиться. И после того, как мы чуть больше переместили внимание внутрь, первое, что мы сделаем, мы подумаем о спокойствии. Подумаем, это означает, я попрошу каждого, каждую из вас представить, что такое спокойствие лично для вас. Каким оно могло бы быть. Какой у него цвет, температура, вес, звук, запах, может быть, вкус. И подумайте о том, как это спокойствие, появившись в какой-то точке, начинает потихонечку расти, расти с каждым вдохом, с каждым выдохом. И потихоньку заполняет тело. Поднимается вверх, опускается вниз на выдохе. В общем, проникает в каждый уголок, в каждую клеточку. И дайте ему возможность побыть в вашем теле достаточно. Через некоторое время мы пойдем дальше. Если кто-то не успел, тот сделает это со своим темпом, со своей скоростью. И наполнившись спокойствием, мы потихоньку перемещаем внимание на расслабление. И, как говорит мой коллега Михаил Копытов, прямо подумай, что такое расслабление. Произнеси про себя это слово. Услышь, как оно звучит. Чувствуй себя в него. Да, и представь, как это расслабление точно так же имеет свой цвет, имеет температуру, запах, вкус, звук. И дайте возможности расслаблению теперь мягко-мягко наполнить ваше тело до кончиков пальцев рук и ног. И по мере того, как расслабление заполняет вас, позвольте ему где-то стать чуть более тяжелым. Да, да. Пусть это расслабление начнет превращаться в приятную тяжесть. В кончиках пальцев рук и ног. Во всем теле. Может быть, в глазах, которые захотят закрыться и не открываться. У меня-то они будут открыты, но в веках тоже есть такая приятная тяжесть. И очень-очень плавно и постепенно эта тяжесть начинает превращаться в тепло. Такое приятное тепло. Может быть, из центра тела. Может быть, наоборот, от периферии движется в центр. Такое приятное тепло. Током крови начинает разноситься по телу. И вот это тепло через некоторое время начнет превращаться в легкость. Такую легкую-легкую легкость. С каждым вдохом, который начинает приподниматься. Может быть, чуть-чуть приподнимать ваше тело. Кончики пальцев рук, кончики пальцев ног. Иногда даже чувствуются вот эти вот легкие подергивания. Такая приятная легкость. У него есть свой цвет. Может быть, звук, запах, вкус. Такая легкость, которая наполняет. И пусть эта легкость побудет в теле. Побудет. Побудет. Вымоет что-то ненужное. Унесет с собой. Унесет вас. И вот из этого состояния легкости вы потихонечку возвращаетесь в обычное состояние сознания. Возвращайте внимание здесь, сейчас, к нашему эфиру. А когда вы будете делать это сами, может быть, перед сном, вы можете из этой легкости засыпать, уходить в сны. Сейчас я хочу, чтобы вы потихонечку возвращались. Но оставили этот оттенок легкости, след, отзвук, отблеск. Так, чтобы легкость оставалась с вами. И возвращаясь сюда, вот здесь и сейчас, я хочу, чтобы вы написали пару слов в чат, как удалось перемещать внимание, как удалось представить и прочувствовать вот эти простые стадии спокойствие, расслабление, тяжесть, тепло, легкость. Если кто-то не успел, кто-то еще двигается по этим стадиям, пожалуйста, двигайтесь, вы вернетесь в своем темпе. Ну, а кто-то уже вернулся, присоединился к нам, и, пожалуйста, напишите плюсик или дайте обратную связь. С чем вернулись? Это, кстати, один из шаблонов, который помогает при бессоннице. Я еще раз скажу, что розовый розы с корицей. Да, образы были, да, хорошо, спасибо. Ну, так, это был самый гипноз, который вы делали сейчас с моей помощью. Самому точно так же вы помните, что есть вот эти пять стадий. Вначале мы приходим, вызываем, вспоминаем спокойствие, позволяем ему распространиться. Дальше мы потихонечку переходим к расслаблению, к тяжести, к теплу, к легкости. Вот это правильная последовательность, потому что, если вы будете засыпать, скажем, в состоянии тяжести, то вы потом можете проснуться, у вас будет ощущение тяжести или тяжелая голова. Ага, спасибо за отклик. И, кстати, вы можете записать для себя вот эти стадии, вы можете записать даже одно слово, да, пожалуйста, можете записать одно слово, скажем там, спокойствие, 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 ну, соответствующие интонации, соответствующим намерениям. Потом, допустим, там, расслабление, то есть вот по этим пяти стадиям. И вы потом включаете эту запись, наушники, и лежите или сидите в удобном положении, и потихонечку вы в эти стадии погружаетесь, вы их прочувствуете, переходите дальше. Один из самых простых шаблонов, да. Вот пять стадий. Вот это я перед сном частенько делаю. Да, это еще один ритуал, самогипноз. Да. Ну, вот такие дела. Хорошо. Какие еще вопросы есть? Да, пожалуйста, пожалуйста, всем. Какие вопросы есть, пожелания, идеи, или, может быть, вы хотите чем-то поделиться, что вам еще помогает сейчас справиться, по крайней мере, поддерживать свое состояние. Потому что мы знаем, что бы ни творилось вокруг, что бы ни творилось вокруг, если у нас есть на что опереться внутри, нам проще выжить, проще выкарабкаться, проще потом действовать адаптивно. Чем больше у нас опоры внутри, тем проще, независимо от того, что происходит снаружи. Да, пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. Да. Я думаю, что один из прямых эфиров мы можем провести как-нибудь инвентаризацию ресурсов для того, чтобы собрать все наши сильные стороны, все то, что мы когда-либо изучили, смогли, сделали, добились, чтобы мы реально это не просто знали, но еще как-то прочувствовали, что вот это у нас есть. Да, спасибо, спасибо, что это у нас есть и это наше, а не чье-то там, что мы можем этим всегда пользоваться. Спасибо. Я тоже рад тебя видеть. Да. Вот. Такие дела. Хорошо. Еще вопросы, пожелания. У нас остается буквально пять минут до конца прямого эфира, иначе нас Инстаграм прервет сам. Вопросы, пожелания. Спасибо за ваши сердечки, за ваши ладошки. Да. Я вижу обратную связь. Да, спасибо. Я рад, что какая-то польза для вас была. Итак, пока вы думаете, что написать после гипноза, нет вопросов. Да, да, да. Да, спасибо. Пока вы думаете, что написать или не думаете. Да, спасибо. Спасибо. Я запланирую, может быть, на неделе или на следующей неделе. Я еще раз кратко-кратко напомню, что кризис, горе. Пять стадий горя, которые мы прожили. Эфир я постараюсь сохранить. Да, да. Пять стадий горя. И когда вы видите вокруг все это, то, что творится, или что-то с вами, мы понимаем, что это закономерно. Вот мы так или иначе через эти пять стадий проходим. Не надо от них отбрыкиваться, их лучше там прожить, да, ну, лучше прожить осознанно. Тогда мы не застреваем. Потому что если мы отпихиваемся от какого-то переживания, оно нас все равно догонит и вылезет не там, где мы хотим. Да, пять стадий горя. Ключевая задача – выжить, сон, еда, активность. И для того, чтобы поддерживать себя в хорошем состоянии, это соразмерять нагрузку, делать что-то для удовольствия каждый день, обязательно делать что-то для удовольствия каждый день. И ритуалы. Ритуалы, которые тянутся желательно прямо из далекого прошлого в настоящее, в будущее. Вы знаете, что это я всегда делаю, делала, делала, и буду делать. Да, вот, ритуалы. Вот, если очень коротко содержание нашего прямого эфира. Итак, буквально три минуты у нас. Хочет присоединиться, я разрешаю. Да, да, буквально три минуты. Да, что вспомнило? Что вспомнило? Старые фото, да, это как связь того, кем мы были, что у нас тогда было, кем мы становимся сейчас. Тоже хорошая штука, ресурсная, да. Ресурсный. Да, 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 я про это только что сказал, и ты пишешь, да, да. Это тоже хорошая идея, просматривать старые фото, видеть тот путь, который мы проделали в жизни, и знать, что у нас еще есть достаточно сил, чтобы пойти достаточно далеко вперед. Ну что ж, на этом я предлагаю наш эфир сегодняшний завершить. Рад был поделиться с вами тем, что знаю, тем, что знал, хотя бы какой-то частью, немножко мы с вами сегодня попрактиковали. Эфир я постараюсь сохранить. Да, мы уже заканчиваем, мы уже заканчиваем. На этом на сегодня все. Все, всем пока-пока, до новых встреч, если будут вопросы, идеи, пишите мне, пишите здесь, в инстаграме, пишите во всех соцсетях, где есть, я на это по возможности реагирую. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,